Здравствуйте! С Вами на связи Андрей Черкаев. И продолжаем наш заочный бизнес консалтинг. Итак, мы живем в эпоху, когда средства коммуникаций становятся все совершеннее совершений. Социальные сети, скайп, электронная почта. Но есть кое-что из предыдущей эпохи, что удивительно эффективным образом работает до сих пор. И предложение сделать это всегда воспринимается сотрудниками с каким-то удивительным энтузиазмом. Итак, герой нашей сегодняшней беседы, стен газета. Есть что-то удивительно человечное в том, что как сотрудники наклеивают на лист картона какие-то заметки, картинки, фотографии. Мы все любим видеть свое фото на стене с подписью «Лучший сотрудник». Все любят стен газеты. Все любят делать стен газеты. Все любят читать стен газеты. Но как мало компаний, где используется этот удивительно эффективный механизм управления. Итак, я задумался, почему это происходит и понял. «Нам не хватает мужества». Нам не хватает мужества показаться смешным. Нам не хватает мужества выразить свои мысли в небольшой заметке. Нам не хватает мужества начать и продолжать делать стен газету. Потому что нас каждый день лишают этого мужества. Ну, серьезно. В каком объявлении о найме на работу вы видели? Требуются мужественные сотрудники. Нет. Требуются управляемые сотрудники. Как рабы. Но, слава богу, прогресс. Галеры сменили офисные центры. Раз в неделю я езжу к родителям и вижу телевизор. И знаете, самый главный посыл телевидения. «Приспосабливайся». Да, действительно, те, кто приспосабливаются, живут лучше. Немного лучше. Но те, кто обладает мужеством дойти до конца, выигрывают все. Билл Гейтс, Стив Джобс, Ричард Брэнсон и еще 25 миллионов миллионеров. Почему в этом списке нет вас? На самом деле, мужество нужно тренировать. Начните тренировку своего мужества со стен газеты. Это интересно. Это увлекательно. И это страшно. И добро пожаловать в новую экономику. С вами был Андрей Черкаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия